В Засвияжском районе инвалиду требуется помощь. В его квартире нельзя пользоваться водой и канализацией. А всё потому, что трубы пришли в негодность. Но одна беда в дом, как правило, не приходит. На место ЧП выехала наша съёмочная группа. Дмитрий Комоденко – инвалид второй группы с ментальными нарушениями. Ему всего 31, но живёт он на социальную пенсию. Добрую её половину съедает коммуналка. Остаток экономно тратится в гастрономе. Пенсия в 14 тысяч – это если только покушать, одеться и за аквапарту заплатить. А за аквапарту очень много берут. В этой квартире посуда моется в ванной. В кухне воду отрубили из-за негодных труб. Нет её и в туалете. Здесь полетела крестовина на фановом стояке. Неуютно и в комнатах. Холод собачий от сквозняков не спасает даже тряпки у окон. Когда я спать рожусь, а когда я футболку пью, у меня весь тело мёзнет. А эти розетки уже воспеты в стишках про маленького мальчика. Но злобный юмор на ничьи не в моде. Одно неудачное касание – ты в больнице. Здесь русская авось не прокатит. Ну, шарахнуть – это да. Мы туда поставили. А там, конечно, что-то эта розетка тоже сгорела. Парни навещают сотрудники из социального благополучия. Это не коммерческая организация. Она патронирует особенных людей. Её работники помогают Дмитрию наладить жизнь. С балкона весь мусор выкинули. Отмыли туалет, ванную отмыли. Много вещей. Приводим в порядок, просто наводим чистоту. Учимся в чистоте. Также мы просим помочь общественности откликнуться на наш призыв. И просим помощи у соцзащиты, управляющей компании. То есть взять это на контроль и принять участие. Потому что мы своей организацией всё вот это не подтянем. Нам нужна помощь. О проблемах Дмитрия наша редакция рассказала районной администрации. Её глава не стал отнекиваться. В бедах Дмитрия убедился лично. А ещё быстро нашёл знакомого спонсора. Благотворитель обещал на днях установить в комнате пластиковое окно. Обычно, если как говорят, если Бог послал попросить, значит надо помочь. Трубную незадачу также обещали решить. Ведь из-за неё Дима затапливал соседей, что ниже. Глава района обязался переговорить с коммунальщиками, а ещё попросить неравнодушных людей отремонтировать электрику. Если не удастся на полном объёме договориться, вот именно с точки зрения на безвознедной основе, то социальная защита, частично там какие-то финансовые, иначе деньги компенсируют. Несмотря на вмешательство главы, социальные патроны разместили о Дмитрии информацию в соцсетях. В ней призыв к отзывчивым людям помочь парню. И надежда на то, что мир всё же не без добрых людей. В этой истории, похоже, наметился хэппи-энд. Это один из примеров, когда общие усилия трансформируются в единый мощный вектор действий. А желание помочь стало главным. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров, Михаил Державин. Вести Ульяновск.